Вы решили репатриироваться или вернуться в Израиль? Прекрасно! Те, кто получает статус репатрианта после пребывания в Израиле, получают его в Управлении народонаселения и миграции. Затем надо заполнить бланк «Проверка права на статус в Министерстве Алии и Интеграции». Это проверка права на удостоверение репатрианта. Ильготы репатрианта. Проверка относится к периоду проживания в Израиле до получения статуса репатрианта. Чем вы занимались в этот период? В зависимости от этого будет установлено, на какие льготы вы имеете право. Эта проверка предназначена для тех, кто физически находится в Израиле. Получил статус репатрианта после проживания в Израиле. Либо родился за границей у родителя с израильским гражданством, репатриант-гражданин. Либо в прошлом уехал из Израиля в возрасте младше 14 лет, вернувшийся несовершеннолетний. Либо вернулся после проживания за границей, вернувшийся израильтянин. Обратите внимание, для супруга или супруги, вернувшихся израильтян, следует заполнить отдельный бланк. Несколько пунктов перед тем, как начать. Этот бланк можно заполнить и подать только со стационарного компьютера, с Windows и только с браузера Chrome. Рекомендуется открыть приватное окно в режиме инкогнито. Важно знать, даже если право на статус было предварительно подтверждено до возвращения или репатриации, этот бланк надо заполнить. Его не нужно заполнять только репатрианту-гражданину, если он уже получил удостоверение в аэропорту. Итак, как подать эту просьбу? Нажать на кнопку «Подать просьбу» и откроется дигитальный бланк. Сначала вы отвечаете на вопросы, которые помогут определить потенциальный статус в вашей ситуации. Затем надо будет заполнить личные данные. И данные супруга. При проверке на статус вернувшихся израильтян, следует заполнить отдельный бланк на каждого из пары. Данные детей, если есть. И контактные данные для связи. Кроме того, надо приложить документы. Обратите внимание на условия подачи документов. Можно загружать только файлы DAC, DACS, PDF, PNG и JPG. Название файла может содержать латинские буквы, а также цифры и знаки без запятых, пробелов и специальных символов. Размер каждого файла не более 3 MB. Вот документы, которые нужно приложить. Будьте внимательны, осталось всего несколько минут. Удостоверение личности. Все загранпаспорта, которые у вас есть, в том числе с истекшим сроком. Паспортная фотография. Справка из МВД о въездах и выездах из Израиля. Справка об открытии или существовании счета в Израиле с подписью и печатью банка с указанием имени и номера удостоверения личности репатриантов. Подтверждение проживания за границей или в Израиле за 7 лет перед датой репатриации. Если вы участвовали в программе МАССА, приложите официальную справку об этом с указанием номера вашего загранпаспорта и точными датами программы. Если вы служили в ЦАХАЛе или на альтернативной службе, приложите справку об этом с точными датами. Если вы учились в ВУЗе, признанном Советом по высшему образованию, приложите справки за каждый учебный год. После заполнения и отправки бланка и документов вы получите подтверждение, что ваша просьба получена. На этом все. Через несколько дней придет ответ «И если он положительный». Вам назначат дату визита в Министерство для выдачи удостоверения и дальнейшего обслуживания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...